У нас сейчас принадлежащие женщины, вы ей документы зайдите, они перепишутся. Да, вы можете. Говорите, как и что? Садитесь рядом. Которые надо подойдете. Я не совсем хорошего слышу, потом. Я подним погромче. Мы журналисты канала «Россия-24». Естественно, мы снова услышали про вашу общину, когда появилось это видео. Как вы учите детей убегать от Роспотребнадзора. И, естественно, эта история стала нам интересной. Но не в том плане, что... А что же, Даня, какие тут у них палочки в молоке содержатся? Почему же за ними Роспотребнадзор бегает? А нам стало интересно рассказать про ваш образ жизни, про вашу модель мира, которую вы здесь построили. Про тот идеальный мир, который вы создали вокруг себя. Нам интересно, почему вы хотите жить именно так. Каких успехов за многие годы, что существует община, вы уже добились. Почему люди счастливы жить так. В общем, мы хотели бы провести с вами какое-то время, пожить вашей жизнью. И рассказать о таком альтернативном методе служения и жизни. Скажем так, да? Вы же все-таки такая община абстрагированная. Мы тут вас искали два часа. Потеряем, да? Плохо раз слышали. Линия говорил. Обязательно сразу поворачивайся вдоль жилья на народе. Это разговаривать надо с батюшкой. Он житель здесь главный. А я до Барнаульска. Хотя к этому я имею какое-то отношение. Батюшка, давай поближе сюда. Ну, смотрите, фактически что нам нужно? Нам нужно записать отдельное интервью с вами. Мы выберем какой-то очень красивый фонд. Нам хотелось бы... Вы же продолжаете работу вместе со всеми, да? Мы имеем в виду, что кто-то связанное с хозяйством. Или это... Или вы снимаете? Как активно? Значит, где детей, да. Я занимаюсь сейчас в основном прудов и дорог. Это моя любимая работа. И никто не может заниматься. Это громадное средство требуется. А у меня ничего нет. И Бог мне дает. Я как раз сейчас вот... Если завтра, то завтра уже 7.30. Меня уже нету. И возвращаемся только к 9. Это здесь. Недалеко. Метров 500. А отсюда? Полтора километра. А, как раз дорогу там будут восстанавливать, да? Это имеется... Новую плотину там делали. Восстанавливали старую плотину. Она ее разрушила. Раньше там был хороший пруд. Окей, хорошо. Называется Рыжковский пруд. А почему так? Все название было, кто там жил. Там жили Рыжковы. И когда в 30-м году встали коллективизация, они были в нашем поселке, было 7 семей, которые были, ну, скажем, кулаки. Знаете, что такое? Жил. Да. 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 7 семей было. Кубасовы, Рыжковы, Потеряевы, там, ну, и другие. И вот их, когда раскулачили, у них было все. Они жили там. И когда в 92-м году, наверное, было, у нас показали наше объявление, интервью тоже брали, по первому каналу тоже было. В аргументофактах было наше объявление об этом. И в Томской области, город Колпашево, откликнулись на нам, оказывается, это те самые, Рыжковы, которые там жили они. Но она-то девчонкой была еще. А замужем она за Потеряевым. Основатель Потеряевки. Потеряевки. За Потеряевым. Вот. Но не вон основатель, а деревня, основана в 1818 году. То есть предок того, как потеряев. И она приехала сюда вместе с мужем. Но он инвалид войны, у него одного глаза не было. Они прожили здесь, наверное, года два, и он здесь. Ну, я поняла. Хорошо, это мы можем снять завтра. Сегодня мы тогда хотели бы записать с вами интервью. Нам очень интересен момент вашей вовлеченности в всемирную паутину, интернет. Мне интересно, как вы... Вы же сами тоже снимаете что-то, да? Все время. Каждый день 9 роликов даю. Вы вообще, вы же самый активный православный блогер. Я знаю, что я дочь, большая работа. Это требует дисциплины, потому что, чтобы поддерживать интерес, нужно делать это регулярно. Я бы, наверное, хотела, чтобы мы вместе... То есть вы что-то сняли, а мы сняли, как вы снимаете. И потом мы бы обсудили, что именно... Ну, тебя тебя снимают. Ну, да, да. Она оторвала, это уже второй ролик с вами. Так и будет. ТВ-24, Потеряевки. У вас, я хотел спросить, ТВ... Наши не буквы пишутся? Россия-24 пишут. Россия-24 канал называется. Ну, потом напишите, чтобы не ошибиться. Да, конечно. Вот, и работаем. Да, и как вы загружаете эти ролики? Вы сами это делаете? Или у вас есть? Нет, у нас большой коллектив, где-то 13 или 15 человек работает в разных городах. Я только... Мы только снимаем, сырой материал отправляем, там вставят, а я снимаю замки. Уже смотрю по обстоятельствам. Столько замки, потому что хозяин я этого видеоканала. И находятся люди совершенно не нашего круга. Первый раз познакомились. У вас сайт, у нас сайт большой. С него начали. Его надо переделать. Но сайт хороший. Почему переделать не спрашивает? Они мгновенно подключили Белоруссию и Израиль. Понимаете? Я говорю, во что вам пошлось 300 тысяч? Параллельно создать. Там 50 книг аудио, которые я начитал голосом. Еще в те времена я за это сидел. Это огромный материал. Там наши книги. 124 вопроса-ответа, которые у меня в университетах, милиции, на радио. Я вел две программы регулярные, телевидение. И это все выразилось в книгах. 38 книг. Из них вопросы-ответы. 55 папок. Конечно. Я думаю, что сегодня не создать никому это. Потому что это другая биография. Этот момент... Ну и мы посмотрим еще. Поживем с вами и поймем, может быть, какой-то еще... А, ну и конечно, с кем-то из семей нам хотелось бы пообщаться. Которые давно здесь живут и которые недавно, например, решили. Вот, и все. Ну, которые додавно. Они уехали сегодня к родителям, он вернется. Да, они не к родителям. Они в Завьялово поехали на Соленое озеро. Искупать. Вот. Ну, собственно, это все, что нам нужно. Если... Смотрите, мы только единственное ограничено временем. Потому что... Ну, какая-то же командировка. Мы из Москвы прилетели. Вот. Поэтому нам хотелось бы отслеживать все за сегодня и за завтра утро. Один ограничено. Да, да, да. Говорю, что мы немного ограничено временем, поскольку командировка это все деньги, дорого. Тем более так мы далеко приехали. Вот. Поэтому мы ограничены временем. Хотелось бы это все постараться снять за сегодня и за завтра утро. Вот. Поэтому, если вы не возражаете, мы сейчас найдем красивое место для съемки и начали бы с интервью с вами. Я хотел бы, что с батюшкой. Вот тут главное, не я. Ну, естественно, и с батюшкой тоже. Потому что мой брат, он опять... Я знаю, да, 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 я знаю. Так, давайте так. Время сейчас 20 минут. Батюшка? Третьего. Первое дело, у вас покажите. Сейчас мы подчим чай. Я немножко приготовил там. Маленько. Сначала поедите, потом разговаривай. А потом, значит... Как сказка, ты накорми меня? В трем часам, Игнатий, в трем часам подходи сюда. Сейчас за сорок минут мы все выпьем чайку и тогда давай. А через сорок минут вы пройдете? Сейчас я посмотрю еще. Я подойду, ничем не занят я сегодня. Только вот занятия, церковь, мы... Литургия была. Ну, 12-12-40. Стоят. Они побои, есть батюшка поделали. Так, вот здесь записать. Паспорта ваши какие есть, командировочные, что? Чтобы все записали. Дядя, документы есть. Садитесь. Сейчас подруга здесь запишет. Сейчас. Сейчас. Нет, документы дадите, она все запишет. Четельмер отслужит вас. Четельмер отслужит вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.